От поддержки бы не отказались и должники крупных сумм. А мечу, чтобы стать банкротом, придется заплатить. Речь про закон о банкротстве физических лиц, который вступил в силу 1 октября этого года. Согласно нему, обычный гражданин может объявить себя неспособным оплатить по долгам. За простой фразой стоят время и деньги. Передаю слово Али Аксенова, и она подробнее расскажет о нюансах этого закона. Просроченная задолженность россиян растет в третьем квартале. Она составила почти 18% по данным Объединенного кредитного бюро. С 1 октября физические лица, чей долг менее 500 тысяч рублей, могут по собственному желанию обратиться в арбитражный суд по месту жительства за статусом банкрота. У кого долг свыше полмиллиона, обязаны написать заявление о несостоятельности пластить. Именно об обязанности сегодня шла речь в городском пресс-клубе. Процедура банкротства платная, рассказала руководитель юридической службы Наталья Гвоздкова. Израсходовать придется по самым скромным подсчетам 30 тысяч рублей. Только 10 тысяч – это вознаграждение управляющего, который анализирует состояние должника, проводит оценку и реализацию имущества. Юристы, ну либо человек сам ставит на комплект пакет документов, ну либо вот, как нам сказали, уже оказывают различные организации, в том числе общественные, такие услуги. Цена варьируется. На самом деле от 15, вот он нам говорил, до 150 и до 500 тысяч рублей, в зависимости от… То есть цена, любая цена, любое предложение рождает определенную цену. То есть от 15 тысяч рублей будет комплектация. Плюс государственная пошлина – это 6 тысяч рублей. Инициировать банкротство могут не только сами должники, но и налоговые органы и банки. Все расходы за счет будущих банкротов. Эксперты утверждают, банкам невыгодно увеличивать долги своих клиентов, которым нечем платить. Я и говорила, и говорю, что если будет команда сверху, банки будут банкротить физических лиц. Они возьмут на себя все эти расходы, они их оплатят, и они спишут свою вот эту просроченную задолженность. Процедура банкротства длится от 6 месяцев до 2 лет. Может произойти три варианта решения проблемы. Реструктуризация долгов, то есть пересмотр условий выплаты, конфискация и продажа имущества. И, наконец, мировое соглашение. Стоит отметить важную деталь. Если суд решит продать имущество, то пока процессы банкротства не закончатся, должник не сможет выехать за границу. И еще, после получения статуса банкрота, человек в течение 5 лет обязан будет сообщать кредитным организациям и работодателям о судебном деле. И еще один момент. Лицо, которое прошло эту процедуру, не имеет права в силу закона занимать руководящие должности юридического лица. Это тоже запрет, он прямо прописан в законе. В беседе на уструю тему речь зашла и о штрафах. Это штрафы административные. А мечи, которые попадают под закон о физическом банкротстве, заплатят от 1 до 3 тысяч рублей, если вовремя не подадут документы в суд. Протокол о нарушении гражданин может получать в неограниченном количестве, пока не исполнят требования закона. Информации о том, сколько человек в Омской области обратились в суд за признанием банкротства, пока нет. В других регионах законом активно пользуются. Однако, по словам председателя комитета Госдумы по экономической политике Анатолия Аксакова, готовы объявить себя банкротами пока 70 тысяч человек. Алла Аксенова, Артем Колесников, Сергей Гаврилов. Антенна 7.